еще один минус палатки некуда вешать фонарь нигде нигде не предусмотрено для него место не внутри не здесь ну то есть есть много таких вот то есть в той палатке прямо ну все было предусмотрено а в этой конечно нет давайте вам покажу вид с того места где лежу что вы оценили ночью побрызгаем комарики и 1 на трассе на которую мы обычно спали вдвоем пойдем мыть посуду вот здесь ребят я сейчас и буду мыть посуду в эту штуку я налила фэри и в принципе здесь и оставлю чуть буду каждый раз туда сюда носить а потом ополоснул хорошей водой сейчас как бы помою ее прям от такого от плохого от жира как всего крылья кида и так такой мысленно потом ополоснул и просушил в полотенце положить и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok В общем, ребята, до утра. Так, ребята, проснулись мы. Вова только вышел. И налетели комары. То обнаружилось. То вот эта вот история, это полная шляпа. Он поверх, видите, прорвалась. Во-вторых, надо ее стелить под матрас. Потому что она вся ездит по матрасу. Это все ездит. И я, получается, сплю без простыней. Поэтому сейчас встанем. Я сейчас все перестелю. Так, ребята, делюсь впечатлениями прошедшей ночи. Мы уже с Вовой искупались. Вода прохладная, но вполне такая приятная. Вчера теплее была вода. Ну, она, наверное, еще... А, ты здесь тоже мерил, да? Ну, да, я, получается, на лодку плыл. У меня эхолод же показывает температуру воды. Вчера сколько было? Вчера было 22,5 градуса. Сейчас я не знаю, сколько, но по ощущениям меньше. Наверное, из-за того, что дождь прошел. Потому что вчера вечером дождик был, ночью дождик был. Вот, температура упала воды. Я уже все в палатке привела вот в такой вид. То есть я раскрыла нам вот это наше окно в пол. Но, в принципе, это можно сделать как второй вход. То есть можно отсюда заходить. Ну, и мы, я думаю, вряд ли будем это использовать в таком ключе. У нас просто в такое окно. Это неоспоримый плюс. Ночью капал дождик, крапал приятно. На моем сухом все было. Да, Вова сказал, что ему вообще все хорошо. Все ему понравилось. Ему было тепло. И он даже ждал, когда же у меня начнется клаустрофобия. Или мне начнется жарко. Но мне, ребята, жарко не было. Потому что под подарочным спальным мешком Х5 вообще было не жарко. Ну, я вообще не мерзлявый человек, даже наоборот. Надя, у нас, у автомобилистов, получается, у всех автономные топители стоят. Им просто прикрыться. Ну, в общем, она и просто прикрыться, конечно. Я бы сейчас немножко к Дариному коню еще в зубы посмотрю. Она синтетическая. И я в следующий раз снова буду привозить себе одеяло. Мне, получается, здесь вот хбш. Да, во-первых, у него толстая, прям такое, вы знаете, как одеяло. В нем вообще, оно даже теплее, чем вот одеяло. За счет того, что у него вот эта поверхность, она, ну, как бы непримакаемая. И воздух особо не пропускает. Под ней, конечно, на природе вообще хорошо. Ну, я на ней минусовую температуру спал в машине. Да, а это, конечно, так. Дерюшка, как скажет моя мама. Еще я, видите, перестелила вниз вот эту вот штуку. Потому что, по совету Вовы, постелила ее поверх, ну, чтобы она, как бы, защищала от земли, от холода. Ну, нет, я ее перестелила под матрас, потому что она катается, вся вот отмотается. Я всю ночь ее вот это поправляла. Мне некомфортно. Да, а так, конечно, то, что я спала одна, так хорошо. Никакого, конечно, у меня никакой клострофобии не было, потому что очень высокий и светлый, во-первых. Мы здесь вечером зажгли спиральку. Комары все сдохли. Но утром они все ждали, прям вот тут в тамбуре, прям сидели. Вова только открыла, они все сюда залетели. Мы сейчас немножко лежим. Я только, Вова говорит, давай полежим. Давай полежим, так сейчас отдохнем. Я, значит, пошла, искупалась, только это, думаю, сейчас полежим. Он говорит, ой, что-то есть охота. В общем, я пять минут лезу и пойду готовить завтрак. Там еще нужно посуду со вчерашней. А что там готовить? Рыбу, колбаски? Сейчас рыбу поедем, колбаски поедем. Ну, тарелки, наверное, надо помыть, на чем есть-то. Сейчас пойду помою посуду, а потом... Чайник поставлю. И чайник поставлю, помою посуду. Я, короче, поставлю чайник, пойду мыть посуду, а ты за ним следи. А ты пополнись. Так, ребята, у нас завтрак. Волк проголодался, я сходила только помою посуду. Колбаски сейчас разогреются. У нас колбаски водичкой залили. Все правильно. На второй день колбаски еще вкуснее. Я вчера даже их и не ел, я вчера рыбку кушал. Я вчера, наверное, парочку всего съел. Колбаски. О, рыбка божественная. Ребята, смотрите, подосиную чеклову нашел. Пошел, пошел, все. Раш поймал, пошел искать подосиную. Открыла здесь окно. Можно еще с той стороны открыть. Но пока не открывала. И со стороны, я вам уже показывала, вот здесь тоже. Здесь можно сделать проход, но я, проход мы не будем, наверное, я думаю, пользоваться. Ну, во всяком случае, не сегодня. Вова вынес мне раскладушку, вот. Я взяла семки. Сейчас вот чуть-чуть просто полежу, потом еще и семечки погрызу. Вот прям вот то, что мне не хватало, вот этого шезлонга раскладушки, это однозначно. Если к палатке есть вопросы, то раскладушка, во всяком случае, на данный момент, не выявлено никаких недостатков. Прям стоит каждого своего рубля. Вове еще дали в подарок вот такую вот подушку. Ну, вы на море часто такие продают. Вот, я ее еще подложила, хотя можно, в принципе, без нее вполне, потому что здесь есть вот такая вот тоже встроенная подушка. Мы в этот раз с Вовой купили вот такую штуку. Ну, это умывальник, то есть колпачок для умывальника, который предназначен вот для пятилитровой бутылки. Но мы с ним купили бутылку с голубой крышкой, а нужно было синий. У них немножко разные горлышки. То есть вот эта маленькая горлышка, и, ну, получается, она не подходит под эту штуку. Ну, как бы на следующий раз теперь. В рыболовном магазине такие продаются. Да, можно было бы купить в светофоре прям целый умывальник. Дело в том, что чем больше возить, тем больше места занимать в машине, это не очень хорошо в таких поездках. Нужно все минимизировать. Поэтому вот. Ну, короче, остается на следующие разы. Вчера показывала вам вот этот вот ремешок, который я купила для Аквабокса. У меня есть тонкий ремешок, который я, ну, как бы на каждодневной основе использую, ну, чтобы камера была на руке, и, в общем-то, он очень нужен для экшн-камеры, потому что, когда мы были в Лазаревском, то этот ремешок спас мою камеру. Он был пристегнут, и когда я скатывала с горки, в общем, случилось так, что я непроизвольно разжала руку, и камера вылетела. Если бы у меня не было, она не была бы привязана, то пришлось бы ее долго искать, и это, в общем, как бы, знаете, чревато. Купила вот такой. Иду его сейчас испытывать. Вот, есть, вчера, когда катались, я его брала. Единственный минус, вот, если постоянно, конечно, в воде, то ничего, а если на суше, вот, вот, вот этой штукой потеет рука. В общем, сейчас иду его, испытаю, выдержит ли он вес вообще камеры. Ну, как бы, не утонет он с ней. То есть вот это вот обоснованно, вот эта вот штука, или это так, маркетинговый ход. Субтитры создавал DimaTorzok